всех приветствую вот только что из магазина забрал пилу интерскол фирма такая dp 165 1300 165 это диаметр диска 1300 это мощность частота вращения 6000 оборотов в минуту в общем смотрел на ютюбе пилы дисковые на такой манер из интерсколов только были dp 165 1200 но собственно и опирался на эту информацию которая есть по той пиле но не поэтому это какая-то немножко обновленная на мой взгляд потому что у нее и башмак другой металлический немножко нажимные механизмы других откроем посмотрим она уже была распакована в магазине где-то там по филиалам ездила всем вот инструкция гарантийный талон ничего не было заполнено сама пила что в комплекте где-то такая линейка для пиления сантиметр наставляешь но ничего нового нет такого вида вот шайба валялась в коробке вот такая пила ну уровню 37 метра точно с такими же характеристиками как и dp 165 1200 есть на что мощность немножко побольше 1300 ватт какой-то тут двигатель какой-то он на вид плоский что ли в общем вот так вот ключ прикреплен не потерялся для снятия пильного диска такая вот прорезиненная ручечка ухватистая идет с предохранителем от случайного нажатия пока не нажмешь предохранитель соответственно кнопка не нажмет в чем отличие от той пилы которая dp 165 1200 здесь вот этот башмак он металлический крашеный мне как бы это совсем как бы не понравилось чуть не обратил внимание ну уже взять то взял как бы вот такой башмак металлический мне не очень нравится в отличие от той диролюмиевый далее что вот эти барашки ну не знаю как то но может это удобно но по сравнению с той пилой там как бы они такие быстро зажимные не знаю как это будет работать вот тут такие характеристики указаны ну под прямым углом она пилит до 55 миллиметров под углом 45 градусов 34 миллиметра ну так в руке конечно хорошо сидится на вид симпатичная собрана без всяких заусенцев так четко вроде бы и сам на себя вот колдебается этот кожух защитный он вот такой вот не знаю как не критично конечно мы когда берешь пилу в руку она вся вот так вот дребезжит ну это отверстие для выхода опилок дальше у нас сам диск имеет такой от люфт ну это и у тех кто то же самое было так по боковому качению ничего нету ключик шестигранный для быстросъема шпиндель сам фиксируется вот такой вот пимпочкой зажимаешь все зафиксировано можно отключать но за пимпочка как-то похабно сделано все таки ручки вроде резиновые все-таки симпатично это какая-то ну да ладно бы работал ключ в тайное место в общем как я сказал такие барашки совсем конечно ну может это и удобно но то не пластмассовый сколько они проходят у предыдущей пилы там все металлическая четкая а это что-то как-то все несерьезно просто уже пришел забирать думаю пилам не стал там кочевряжется есть по другим магазинам выбирать а вдруг это неплохо все будет работать может и зря и ругая это что за отверстие не знаю что видимо разбирать тут надо не разбирался сам и не знаю что это дальше что ну как всегда тут внутри шкала регулировки по глубине посадки пильного диска при работе с доской попробуем открутить так это у нас так регулируется так и зажимается сейчас опустим обратно так это до упора мы опустили самое нижнее положение до 50 миллиметров пиления если под прямым углом так так а вот этот барашек отвечает за то чтобы можно было ее поставить под 45 градусов ну или до 45 градусов или меньше таким вот образом ну вообще как бы ничего особенного но единственное конечно башмак какой-то он не серьезный может и ничего такого плохого в этом и нету другие фирмы пил такие как метаба например я ее рассматривал покупки там принципе точно такая же сталька накрашенная так закрываем здесь вот у нас вставляется линейка вот таким вот образом крепится барашком закручивается как точно пилит она не знаю сейчас попробуем как-то сантиметр выставлять посмотрим и сейчас хочу померить вот у нас она пила смысле сейчас опущена самый низ что такая все это все так должно быть что ли это все это такое сейчас угол хочу замерить 90 градусов здесь или нет но если видно нету здесь 90 градусов ровно где-то наверное и еще нужно отклонять на градуса полтора так полагаю в общем с этим проблемы но если для грубых работ каких-то может это так и не критично но это уже как бы минус на тех пилах предшественница в принципе такая же проблема существует с этим углом поближе сейчас попробуем взять ракурс вот наверно видно какая щель внизу еще у нас остается то есть ровно 90 уже не будет что-то тут там какие-то меры предпринимать 45 градусов я не померяю или вообще боковое деление у меня нету приблуды такой ну а так внешне она конечно симпатичная такой видок то у нее презентабельный я бы сказал такая гладенько аккуратненько сейчас попробую снять пильный диск этого как это будет работать так фиксируем шпиндель вставляем ключ тут какой-то какие-то остатки смазки хорошо так или эту штуку отводим снимаем диск диск интерскол максимальная выдерживает 7000 оборотов так сколько есть зубов я не вижу ну посадочное место 20 миллиметров так ладно ставим на место ну-ка тут что-нибудь муж какими биение так ладно ну вообще по отзывам по видео обзорам то как бы для таких не частых работ для бытовых нужд ну как так строительстве конечно можно использовать то есть не где-то там для завода для постоянного пиления пила вполне живет достаточно неплохо долго если еще не насиловать правильно правильно обращаться делать какую-то ревизию смазывать то должна работать так пока эту боковую линейку снимем до весит она 33 килограмма без упаковки как бы получается легче чем-то предшественница что и пинг-понг что ли играть поставил до пили правильно есть у меня заготовочка специально сейчас на как ну приготовленная для постройки козел после их покажу вот эти козлы ну которая сам изготовила в кому интересно как я их делал ссылка будет справа вверху у меня и заготовка вот часто трубы доски зря не пилить и как раз отпилим от торцуем и отпилим по 90 градусов по 45 посмотрим как это будет работать вот в обзорах по интерсколу многие жаловались что провод дубовый ну не знаю как это дубой он не дубовый насколько вроде нормальный длинный это преимущество конечно сейчас делаем первый пуск но условно первые демета видимо и включали вы а сам я еще не пробовал посмотрим как он там вибрирует не вибрирует в руках и пропилим делаю несколько пилов пробных по 90 градусов под 45 и вибрирует в руках и вверху и вверху и вверху и вверху и вверху и вверху ну в общем то неплохо на холостую ничего не вибрирует пилим вот получается такой пил то ли у меня рука дрожала то ли что что-то как-то он какими-то полочками пропилил сейчас еще раз попробуем ну не знаю то же самое такой тем что какое-то биение диска идет ну да ладно вообще конечно пилит без напряга ну доска сухая сосна чаю не пилить сейчас под 45 градусов попробуем доска толстая вот он сколько не допилил сейчас чем потоньше возьмем сейчас чем потоньше возьмем ну вот пиление под 45 градусов вот этой пилой выглядит вот так тут без всяких полочек пропилилась нормально ну наверно это просто не ровно виду или что здесь четко в общем вот такая пила как бы сказать что я там недоволен или супер там доволен я ничего не могу сказать пилит допилит главное чтоб не сломалась и служила долго ну а так с деревяшками справляется нормально как говорится как по маслу или как в масло диск входит конечно если попробовать там на более твердых породах возможно будет немножко и потяжелее там лиственница там дуб или еще что-то не знаю ну а сосна ель береза осина я думаю без проблем справиться так что такая вот такой вот обзор будем пользоваться всем пока вот так вот так вот вот так вот так вот вот так вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok